С добрым утром! С добрым утром! С добрым утром! С добрым утром! Привет, друзья! Сегодня особой популярностью пользуются ретро-вещи, которые становятся изюминкой интерьера. А те счастливчики, которые не выкинули на помойку, предметы прошлой эпохи оказываются в выигрышном положении. Так какие же вещи в СССР делали на века? Давайте вспоминать! Как порой походи говорят, новое – это хорошо забытое старое. А тут и забывать-то особо нечего. Буквально в каждой квартире наверняка есть хоть какая-то добротная вещь, сохранившаяся от эпохи страны советов. Если же в квартире не найдете, то поищите на даче, там точно имеется. Ведь до сих пор исправно служат. Да так, что еще внуки и правнуки этой вещью пользоваться будут, приговаривая при этом. Ведь умели же предки делать, когда хотели. Были просто неубиваемые какие-то акустические гитары. Можно было разбить голову, но не разбить гитару. За что в первую очередь ценили многие советские вещи? Комфорта, может быть, было мало, а прочности много. Какая мебель и сегодня стоит в квартирах многих наших сограждан? И да, вот мебельная стенка стоит до сих пор. Вот уже сколько лет прошло. Не развалилась. Почему не знающий из носа отечественный кипятильник пользовался такой популярностью? Особенно у тех артистов, что выезжали на зарубежные гастроли. Брали с собой эти кипятильники и в бачке от унитоза, на минуточку, внимание, да, варили картошку там. В чем главный секрет долговечности хрусталя? Просто им не пользовались, но для красоты стоит. По каким кухонным приспособлениям советской эпохи мы скучаем? Больше всего в быту я тоскую вот по такой открывашке, которая консервная нашла, открывает консервную банку. Но это была надежда и вещь. И что за дорогие сердцу вещи храним до сих пор? Ёлка у меня вот осталась старая, 56-го года. Первая искусственная ёлка отец купил. Да, три штуки. Приезжайте, забирайте. Да, я объявление давал. Но я вроде как продал уже. Что? Сколько вы готовы заплатить? Ух ты! Я подумаю, перезвоните попозже. Я-то думал, от ненужной ветоши избавиться. А как выясняют, селенские стулья сейчас на вес золота. Говорят, они прочные, красивые, легко реставрируются. Пожалуй, повременю я с продажей. Как говорится, такая корова самому нужна. А это что? Гарнитур. Финская мебель. Он у вас тоже сто лет стоит? Хорошую мебель, а не хлипкую потилку, у которой через неделю ножки отвалятся. Деньги копили долго. Порой годами. Очень трудно было с мебелью в эпоху дефицита. Я помню, когда мы решили покупать, тогда у нас есть такие стенки, да, вот мебельная стенка. И мы стояли с женой, я помню, в очереди, отмечали номера на руке были написаны, по ночам грелись там у каких-то там костров и так далее. Стояли, отмечались и потом, наконец, могли купить. Но у меня эта стенка стоит до сих пор, вот уже сколько лет прошло, и не развалилась. Ты оглянись, посмотри, как мы живем. Я уже полгода умоляю тебя сделать ремонт и купить новую мебель. Деньги на такую покупку откладывали от получки. То пятерку, то червонец, а то и трешку, но регулярно. Знали, что покупают надолго, чтобы и дети потом пользовались. Там неподалеку, там был мебельный магазин небольшой. Вдруг там завезли мебель, кухню, она называлась Рогожка. Так вот, у нее была очередь, ну, дня два или три. Надо было стоять, отмечаться, писать здесь вот какие-то номера. Я, по-моему, это была зима, я все время убегал домой греться, потом возвращался, опять отмечался ночью, чтобы никто вперед не прошел. И вот мы все-таки приобрели эту кухню. Женю, я ведь опять всю ночь не спала, мы тут стоим дежурим. Сонату с утра привезут в спальню, представляешь? Нашу, ну ничего и стоит. Не то, что эти безумные луи. Подежурь за меня. 1967 год. В стране отмечается 50-летие советской власти. На Мамаевом кургане в Волгограде проходит торжественное открытие памятника ансамбля героям Сталинградской битвы. Начинается постоянная эксплуатация братской ГЭС. И в этом же году в стране ввели в действие знак качества СССР. Знак качества. Ведь ГОСТ сейчас не зря вернули. Колбаса по ГОСТу, ну там было мясо, там были какие-то ингредиенты, которые нельзя было туда-сюда. Шаг вправо, шаг влево, расстрел был. Этим заветным пятиугольником маркировалась продукция, подчеркиваю, серийная, которая отвечала высоким стандартам качества, а значит и надежности, если речь шла о вещах длительного пользования, той же мебели, например. Почему-то все гонялись за финской или за какой-нибудь иностранной. Не знаю, по какой причине, может, по причине моды, наверное, кто что смог достать. Ну, вообще в Советском Союзе много чего качественного выпускалось, потому что все это отслеживалось, был знак качества. Я здесь буду работать? Нет, работать ты будешь с нами. А что, нравится? Холода. Часы приятно делать, люди их любят. Я помню, как он появился. До сих пор люди ведутся, когда сейчас в магазинах этот знак не воспроизводят, но что-то похожее такое рисуют, люди «О!» Или там написано «Знак качества» просто буквами. Люди кажутся, что это что-то хорошее такое, нужно купить. Ну, берем. Уж если стоит знак качества, значит, мы знали, что где-то там кто-то это проверил не один раз, не пять, а и то, что со знаком качества покупали лучше и больше. И, конечно, каждому хотелось, чтобы надежный шкаф или стенка, диван или книжная полка украшали интерьер в доме, которому тоже не страшны годы. Были и такие в стране советов. Умелели строить не только быстровозводимые хрущевки с настолько тонкими стенами, что слышно было, как соседская кошка мурлычет. Очень многие хотят жить в так называемых сталинских домах, потому что с этими домами ничего не случается. Вот смотрите, какой толщины стена, там, в три кирпича стена. Ничего с этим домом не случится, он простоит, даже, по-моему, переживет все вокруг. Есть ощущение, ощущение какой-то крепости. В общем, когда вещь совсем уже выходила из моды, но при этом оставалась прочной, ее ни в коем случае не выбрасывали, а по старой советской традиции отправляли доживать свой век на дачу. Тут у нас немного запущено. Саша, несите вещь сюда. Но сначала поедим. У нас советская мебель до сих пор стоит на даче, совсем неубиваемая. Вот эти кровати, конечно, диваны деревянные, раскладные. Все пружины повылезли, а раскладной механизм до сих пор служит. Не трогайся, не умеешь, или сам слишком круто. Ну-ка, дай мне отвёртку. На вопрос, который я сейчас задам, может ответить лишь тот, кто точно жил в стране советов. Давайте проверим. Как называется аппарат, представляющий собой гибрид радио и проигрывателя музыкальных пластинок? Варианты ответа. Граммофон? Радиола? Музыкальный центр? А правильный ответ я дам через несколько минут. Несколько минут назад я задал вопрос. Как называется аппарат, представляющий собой гибрид радио и проигрывателя музыкальных пластинок? А правильный ответ – радиола. Такое слово может ввести в стул про сегодняшнюю молодёжь. Но во времена Советского Союза этот агрегат мечтали иметь все любители музыки и радионовостей. Даже сейчас прибор можно купить. Некоторые умельцы модернизируют советские радиолы, добавляя современные функции типа Bluetooth. Почему опять остановились? Тихо, тихо! Да погоди ты, погоди! Видишь? Вот незадача, чайник перегорел. Благо, нашлась в хозяйстве штуковина советских времён – кипятильник. Этот предмет нас выручал во многих ситуациях. Необходимо лечь в больницу или поехать в командировку. Ну, не брать же с собой самовар. Или там воду в тазике согреть, когда горячую отключили. И опять нас выручал этот великий гаджет. Конечно, красотой формы он не отличался. Но согревал советского человека до самой глубины души. Такой кипятильник был не только в каждой комнате студенческого общежития, но и в багаже народных артистов, которых знал весь мир. Время, когда наши артисты тоже пытались сэкономить, они брали с собой эти кипятильники и в бачке от унитоза, на минуточку, внимание, да, варили картошку там, да, то есть опуская в бачок от унитаза. Вот это просто, вот это только наши могли изобрести вообще такую фигню. Вот, и отваривали там, значит, какие-то там себе, чтобы сэкономить валюту, чтобы не тратить ее на какую-то еду суточную, так называемую. Валентин Николаевич, хотите супчик? Хотим. А где ты его взяла? Я у себя в номере на плитке сварила. 1951 год. Создается Национальный Олимпийский комитет СССР. Начинает вещание Центральная студия телевидения. А в магазинах страны советов появляются первые холодильники марки «ЗИС Москва». Выпускал их Московский автомобильный завод имени Сталина. Впоследствии предприятие переименовали в завод имени Лихачева. Соответственно, изменилось и название холодильника. Он стал именоваться «ЗИЛ Москва». Прошло уже более трех десятилетий, как завершилось производство аппаратов этой марки. Но кое у кого из наших граждан «ЗИЛовские холодильники» продолжают исправно работать. «Осторожнее, ради бога, пол не поцарапайте». Холодильники. Ну вот «ЗИЛ» вот, по-моему, в конце 80-х годов был. Ну да, довольно качественная, хорошая техника была. Холодильник этой марки считался самым престижным в Союзе. Даже когда появились новомодные и импортные, покупатели, если была возможность, отдавали предпочтение «ЗИЛу». Но и другие советские холодильники тоже отличались завидной надежностью. Холодильник был «Минск». Если бы я его не двинула на дачу, там как-то грубо не перетолкнула, он бы до сих пор работал бы. Потому что там было надежное, надежное, 40 лет, и он бы еще работал и работал. О, поняла, как ты был. Обмыть было, что не мешало. Привет, вы обмываете еще сегодня. Знаете, в Советском Союзе было много и качественных вещей, было много и недотянутого, прежде всего, по дизайну. Какого-то изящества, так сказать, вот, к сожалению, было немного. Но были надежные вещи, как-то холодильники, комфорта, может быть, было мало, а прочности много. И уж как порой, что скрывать, ругали мы продукцию советского автопрома. Да и было за что, но встречались среди отечественных легковушек такие, что славились своей надежностью и долголетием. В Советском Союзе, у кого была победа, тот на этой победе ехал до самой победы. Потому что победа, с ней ничего не случилось. Не могло случиться. Толстый металл. Все делалось из железа, все настоящее такое, не разваливалось, она была крепкая, все. Волга это была, это крутая машина до сих пор. Победа тоже. Да не только довольно дорогие элитные Победа или Волга, но и народный москвич мог служить очень долго. Правда, если попадал в хорошие руки. Господи, когда же ты на металлолом-то сдашь? На ней еще мои внуки кататься будут. Машина, если с ней правильно обращаться, сто лет может сохраниться. Сто лет ничего не может сохраниться. Ишь ты, тикают. Столько лет прошло. Сегодня все привыкли к электронным часам и к их зарядке. А что, если электричество отключат? Что нам, по звездам, что ли, ориентироваться? То ли дело часы механические, которые требуют только ручного завода. Уважаю советские часы. Суперкачество. Не сбоят, не отстают, не спешат. Уверен, швейцарцы до сих пор локти кусают, что не переплюнули советских мастеров. Ты, Илюша, подари часы. Полезная вещь и механизм. Золотые. Ой, мне первые мои часики, мне мама с папой подарили после восьмого класса. Я поступила в техникум, и вот мне подарили часики. Слава. Маленькие такие часики, золотчины. Очень симпатичные были. Они до сих пор ходят, понимаете? До сих пор. А которые я покупала, потом уже позже какие-то там... Уже не ходят. Чего это? Нет. Тикают, тикают. Золотые часики – подарок, конечно, не дешевый, но скупой платит дважды. Если уж дарить дорогому человеку вещь, то она должна быть надежной на века, чтобы и работала долго, да и память хорошая. Возьмет он в руки такой подарок, вспомнит, от кого достался, да и помянет вас добрым словом. Свой чередорогой Иван Захарович, от имени всего коллектива преподнести вам наш скромный подарок – часы. Вот. Спасибо, друзья. Аппараты были хорошие. Мне отец тоже «Зенит» подарил, а он был в «Аппарат» хорошим. И он до сих пор где-то валяется. У меня дочка снимала, она отвлеклась как-то с вами лет 10 назад. Съемку у меня там «Кэнон», и тут же ей там говорю, «Мне нужен вот «Зенит» старый, давай посмотрим». И все это вот было круто. Это было что надо. Папа мне в прошлое воскресенье дал фотоаппарат, и я фотографировал зверей. Я что? Зверь, что ли? Ты, конечно, не зверь, но на тебя тоже приятно посмотреть. 1952 год. Совершает первый полет советский стратегический бомбардировщик Ту-95. В Кельсиннике проходит дебют советских спортсменов на Олимпийских играх. Первое золото нашей команде приносит Нина Пономарева-Ромашкова. Она побеждает в медании диска. А подмосковный Красногорский механический завод выпускает первый фотоаппарат, получивший имя «Зенит». Между прочим, изделия под этой фирменной маркой экспортировались в 74 страны. Подобной популярностью зубугром обладал, наверное, только наш автомат Калашникова. «Зенит» был таким же простым и надежным. Мне очень 400 рублей надо. А почему именно 400? Ну, надо. Хочу купить фотоаппарат. Ну, «Зенит» считался очень хорошим фотоаппаратом. Очень хороший фотоаппарат. А вот про эту вещь из советской эпохи на первый взгляд трудно сказать неубиваемая. Ведь речь идет о музыкальном инструменте. «А что это у них? Ой, гитара какая!» В детстве, вот как только я с 9 лет начал увлекаться музыкой, мне папа сразу купил сначала «Бобровку», потом «Ленинградку». Были просто неубиваемые какие-то акустические гитары. Их было два вида – «Бобровка» и «Ленинградка». «Бобровка» – это такая суровая гитара, которая могла выдержать любой поход, мне кажется, даже драку с ее применением. Можно было разбить голову, но не разбить гитару. Но у меня еще, я помню, очень крутая вещь была в плане неубиваемости. Советский скейт был. Что из себя представляет скейт? Колеса, доска, деревянное полотно. А у меня был пластиковый скейт. Такой тяжеленный вообще. То есть им можно было, мне кажется, долбить кирпичные стены. Откуда он тебя? Да тетка из Сталина прислала. Поехали со мной покатаемся. И вновь хочу проверить вас на знание советской эпохи. Посмотрите на эту настольную лампу. Сможете ли вы вспомнить, из какого материала ее делали? Варианты ответа. Из металла? Ибонита? А может, карболита? Или же это просто пластмасса? Правильный ответ, как обычно. Я озвучу чуть позже. Мама, а давай мы тебе подарим нашу настольную лампу. Нет, спасибо. Мне ничего вашего не надо. Несколько минут назад я задал вопрос. Из какого материала в Советском Союзе изготавливали такую настольную лампу? Нет, конечно, она не из металла, и уж тем более не пластмассовая, иначе бы до наших дней не сохранилась. Правы те, кто вспомнил, что она из карболита. Советские химики изобрели этот синтетический материал, ставший альтернативой природной смоле. На его основе производились еще оконные рамы в поездах, телефоны и чернильницы. Не звоните, да? Но самыми популярными все же стали настольные лампы. Такую модель и по сей день можно встретить исправно выполняющую свою работу. Ковер. Наверное, самый недооцененный в современных интерьерах предмет. Конечно, если у вас есть аллергия на пыль, вам эта красота не подойдет. Но если нет, вы найдете ей массу применений. Поэтому почти во всех советских квартирах на стенах висели ковры. Тепло сохраняет и от соседского крапа и заучивание гамм защищает. С ковром и жилось весело, и спалось сладко. А вообще-то зачем коврик-то на стенку, товарищи дорогие? Не вью и тише. Смысл-то? Да ты держи крепче. Такой ковер что ж, ногами по нем ходить, что ли? Смысл? Тогда мода была все вешали ковры. Мы купили ковер, шестяну, натуральный ковер тоже повесили на стену. Ну, вы знаете, тогда, наверное, это было нужно. Вот еще почему. Все эти новостройки, тонкие стены, слышимость великолепная, сосед там чихает на следующем этаже или внизу, все слышно. Поэтому ковры, это правильная тема, она глушила это. Правда, ковер ковру рвось. Как, например, сегодня поступают опытные покупатели, если им пытаются впарить синтетику вместо настоящего, навека шерстяного? Надо выдернуть ворсинку и поджечь. Если ворс из ковра не горит, а плавится, значит, ценность изделия нулевая. Барахло, хоть и выглядит красиво. На ковры висели. Это была традиция. Она очень долго просуществовала эта традиция с коврами в деревнях. В городах уже потихонечку стали от нее отказываться. Ну, тем не менее, эти ковры перекочевали со стен на пол. Я вот свое детство провел на таком красивом, ярком, цветастом, красном ковре. Вот. Раскладывал там свои игрушки, конструктор, всякие всевозможные настолки. Пашка, иди свой коврик вынеси. Быстро! Сейчас! Я очень хорошо помню, в каждой семье эта стенка, эта ковер на стене, это обязательно хрусталь. Просто им не пользовались, но для красоты стоит. Кстати, хрусталь у меня стоит, некоторые изделия до сих пор, с того времени, которые собирала мама и бабушка, они у меня до сих пор есть. Это действительно красивый, это очень хорошего качества. О, хрусталь! Хрусталь это особая песня. Правда, звон его хрустальный. Савинские люди слышали редко. Эту посуду ставили на стол исключительно по большим праздникам. Чаще всего только один раз. На Новый год. Может, поэтому она и была такой долговечной. И сравниться с хрусталем поживучести способен был только фарфор. Фарфоровые статуэтки, которые собирала моя бабушка, были очень в почете. В основном связаны с балеринами. Очень было модно и действительно хорошего качества. Люся, ты что? Хочу напоить гостей чаем. Люся! Стой! Не двигайся. Иди к своим гостям. Я сама подам вам чай. Коллекционировали фарфор. И было очень много вот этих чашечек, я помню, такие в синюю клеточку такую в ромбике, из которых ну, не, не пили. Их берегли. Их берегли. Это вот менталитет, когда дома есть нечего, но когда приходит гость и праздник, на столах есть все, чтобы показать. А вот так. Катя! Оставьте вазу! Это богемское стекло! Его нельзя трогать! На него можно только молиться. 1937 год. Состоялся первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Соединенные Штаты на самолете Ан-25. Экипаж Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков. А на всемирной выставке в Париже сервиз красавица, главного художника Дуревского фарфорового завода Петра Леонова, получил большую золотую медаль. И вот что любопытно. Конечно, Леонов, как и другие наши выдающиеся мастера фарфора, например, из Ленинграда или Кжели, гордились наградами, которые получали на престижных зарубежных выставках. Но больше всего они ценили другие свои достижения. Считали главной заслугой, что практически любой гражданин страны советов мог позволить себе изделие из отличного отечественного фарфора. Цена позволяла. Была не заоблачной. Вазочку покажите. 20 рублей. Выпишите. А вот то, что касается посуды, о боже. Я буквально недавно была в Кисловодске у своей подруги. И она меня пригласила в загородный дом прапрадедушки. Я увидела люстры, я увидела стеллажи, я увидела оставшуюся посуду тех времен, которые не пользовались, которые были для красоты, для статуса. Это огромные чаши из настоящего не глиняные, из настоящего фарфора, которого было в достатке. Было в достатке фарфоровых заводов, московский, кисловодский и так далее. Выпишите мне, пожалуйста, кувшин, графин с рюмками для водки, две вазочки, сервис. И вот это. Фарфор у нас хороший был, костяной фарфор на ленинградском фарфоровом заводе делали. В 90-м году поехали в Америку на гастроли и должны были жить по семьям. Я взял каждой семье по какому-то наборчику из этого фарфора костяного, который прозрачный. Нет, мы такое дорогое не можем принять. они решили, что это какой-то сумасшедший совсем фарфор уже такой. Они не знают, что это в принципе у нас для своих стоило тогда не очень дорого на самом деле. Разбили. Можно попробовать склеить. Это же кузнецов! Самая постоянная в моей жизни это советская чесночная давилка. Менялись города, работа, общага, правители, институты. Но нет ни одной другой вещи, мысли, желания, которые были столь же постоянны, как этот прибор. Люди вымрут, а он будет валяться в руинах целый и невредимый. Хотя нет, соврал, есть еще одна постоянная. Всегда ненавидел тебя мыть, дьявольская машинка. Ходил анекдот, единственное, что могло сломаться у советской мясорубки, так это стол, к которому она крепилась. Мясорубка вот эта неубиваемая, так сказать, и она у меня до сих пор, вот, и современная, и это. И я вам хочу сказать, что мне как-то роднее вот это вот, так сказать, покрутить. Вот, это, конечно. И хотите, верьте, хотите, нет, но фарш для пельменей, который получался на этой мясорубке, не сравнить по вкусу с тем, что выдают современные. Напичканные электроникой универсальные устройства с кучей насадок для колбас, сосисок, овощерезками и соковыжималками. Советская мясорубка делала только одно. Фарш. Но делала его отлично. У меня, у меня в доме есть мясорубка, потому что, когда я хочу правильно провернуть мясо, я это делаю руками. Электрическая не так она делает. Я это делаю рукой, крупно. Например, бифштекс рубленый, его не на чем рубить. Вот, через крупную сеточку провернуть, это будет бифштекс рубленый. Это стиральная машина? Да, точно, она. Это гениальное изобретение, я каждый раз получаю истинное наслаждение. Сравниться с мясорубкой по прочности могла разве только механическая отжималка. Помните, была такая на советских стиралках? Помню, конечно же, стиральная машина, такая большая, круглая, как бочка, с верхней загрузкой. Потом у нас, по-моему, была такая вот отжималка на ней сверху стояла, неубиваемая, мне кажется, она стояла у нас очень много лет. Теперь отжимаем, так, так вот, вот и все. Можно прямо под утюг, но, правда, это все надо просто вернуть. Подстать этой отжималки были и стиральные машины. Десятилетиями работали. Да, шумные, порой подпрыгивая, перемещались по ванной комнате, но надежные. Народ поговаривал, что их на оборонных заводах делали в одном цехе оружие, в другом, как у нас говорили, товары народного потребления. АК-5, стиральная машина, знаете, которую нужно держать, когда она стирает. Она не отжимать, надо было вручную, там, два валика таких, и крутишь, таким образом белье, вода стекает опять туда, так вот белье отжимаешь. Вот такая очень надежная вещь, до сих пор она у нас дома стоит у мамы, я говорю, давай вырис, нет, кошке удобно спать. Такая заботная, может, кошка потерпит, там на полу поспит, нет, она запрыгнет, ей там тепло, а я ей постелила коврик, она спит. Да что там стиралки, возьмем вещь попроще, инструменты, например, или инвентарь для дачи. И хотя сегодня в магазине можно купить любые, даже такие, о которых ранее и слыхом не слыхивали, но при этом и старый, и советский продолжает служить верой и правдой. Дядь Гриш, что это такое? Это фигурная отвертка. Фигурка отвертная. Отвертка. Инвентарь для занятий сельским хозяйством это вилы, топоры, современные изделия такого же плана, такого типа. Они очень быстро разваливаются. Советские до сих пор у папы на даче. Зубила, отвертки, вот эти вот все вещи, молотки. Вот эти вещи, да, эти на века остаются. Так только эти деревяшки меняю в них и все. Как бы водичку открыть? А вот здесь гнездышко. А как тут не вспомнить легендарную советскую открывашку? Такую домашнюю, уютную, с деревянной потертой ручкой. Валентин Константинович, открывалка же есть. Вы мне когда-нибудь перестали сделать замечание, что я вам мальчишка в конце концов? Вот вещь. Из носа ей нет. Что многие из нас только не перепробовали. Модные импортные ножи с лезвиями из суперстарей. Универсальные механические устройства для открывания какой-то хош-банки. Даже брелоки для ключей с металлическими зубчиками. Но все равно, как какой-то праздник, рука привычно тянется в ящик кухонного стола с любимой открывашкой. Она никогда не подводит. Больше всего в быту я тоскую вот по такой открывашке, которая консервную ножом открывает консервную банку. Я не знаю, почему-то лучше этого ничего не найдешь. Все какие-то с винтами, они все и ломаются, не туда и наперекосяк идут. А это была надежная вещь. По простым и надежным вещам я тоскую иногда. Открывай. А чем открывать-то? У меня ножа нету. Прояви смекалку. Советское значит отличное. Вот такой был лозунг. И он был правильный. Правильный. Потому что вот сейчас какие-то вещи до сих пор работают, которые не одноразовые, как сейчас делают, даже с каким-то специальным щипом, чтобы ломалось. Может быть, это глобализация нас к этому виду привела. А было на века. Даже старые советские елочные украшения, которым уже не одно десятилетие до сих пор сохранились в некоторых семьях. елка у меня осталась старая 56-го года. Первая искусственная елка отец купил. И он шофер из этих лампочек, которые в машине, он их спаял и покрасил. Сколько лет прошло уже? 50 лет, и они все горят. Понимаете? Они ходили у вас пепрушки на елке. Да, они знают тебе старее меня. А что вы? Сколько всего погибло за эти годы? Елочки, люди, вещи, мороз, а вот игрушки каким-то чудом сохранились. Была какая-то уверенность в этом. Ты купил хорошую вещь, ты будешь ей пользоваться. А тогда надежно было. Металл так металл, резина так резина. Да, материал так это, материал настоящий, а не чепуха какая-то. Вот вещь. Сейчас все из ДСП нашлепывают, обклеивают и говорят так-то совсем работы разучились. Пусть предметы эпохи СССР выглядели неказисто, зато работали просто и надежно. Не потому ли мы до сих пор пользуемся многим из этого времени. Советское качество нас продолжает выручать. До новых приятных и радостных встреч, друзья! Все об этих краях, куда мне очень надо попасть о местах, что не в карте от Владивостока до Бориса все об этих краях, куда мне очень надо попасть. до 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 Субтитры создавал DimaTorzok